Как показали недавние отчеты, по темпам строительства 15-16 годы намного опережают предыдущие. То есть мы строим больше, чем ранее. Сдаётся гораздо больше в строй жилья. Вопрос, зачем? Вот у меня всегда вот эта вот пятая часть жилого фонда Москвы пустует. Если вы отчитываетесь о каких-то гигантских темпах строительства, то, ребят, заселите то, что уже построено. Но они продолжают строить. Возьмите эти усилия, направьте на улучшение того, что уже есть. Возьмите, допустим, не строите новые коммуникации, а улучшите старые. Но вдруг выясняется, что на строительстве можно заработать много денег, а на эксплуатации мало. Потому что вот вы сдали, допустим, жильё, взяли пятно застройки, как это делается? И стратили определённое количество денег на первые пять этажей, они окупили ваши, допустим, затраты. А потом остальные двадцать этажей, которые вы поставили, они все идут просто в карман. Но всегда вот сейчас экономика, она такая вещь, очень серьёзная наука. Вы понимаете, что переизбыток этих площадей приведёт к поигрескому падению цен. Все говорят о грядущем обвале этого строительного бизнеса. Все эти фирмы, которые вдруг окажутся без работы, потому что зачем строить дома, которые никто не покупает? Если бы их перепрофилировать сейчас на обслуживание, то все проблемы ЖКХ мы легко можем ликвидировать. Смотрите, давайте строить дороги, которых нам не хватает, и давайте всё-таки ремонтировать дороги так. Скажем, если вы перепрофилируете вот эту фирму строительную на ремонт дорог, то поставим их только в зависимости от своего ремонта. Почему у нас плохие дороги? Да потому что никто не отвечает. Строители не отвечают, построившие эту дорогу, они не отвечают за её эксплуатацию. Они построили, сдали и уехали. Если бы они вынуждены были их ремонтировать, эти дороги, они бы делали их хорошо. То же самое в сфере ЖКХ. Пусть ремонтируют те, кто строил. Вот если, допустим, какая-то неполадка где-то возникла, те люди, которые построили её, пускай приходят и работают. Я слышал, я не помню, что это за фирма. Там обсуждался этот в интернете очень широко вопрос. Там ремонтная бригада получала деньги только тогда, когда они не работали. Они сидели в коктёрке и курили. За это они получали больше всего денег. Как только что-то ломалось, у них прекращалось норма час. Всё, всё. Пока не починил, они не получали денег. Вот обратное вот это вот. Зато всё функционировало как часики. Они понимали, что когда у них что-то не работает, вот если бы эту систему ввести в ЖКХ, вы получаете деньги только тогда, когда всё функционирует гениально. Как только это всё перестало работать, всё, ваши деньги закончили. И вы будете притреплять кучу шагов для того, чтобы это работало как часы.